Невероятно, приятно вас видеть. Сегодня здесь, под куполом фантастического Большого театра, я вас попытаю несколькими вопросами и как профессионала, и как действующую балерину театра. Я знаю, что вы смотрите весь конкурс, все номера и участвуете в плотной жизни этого конкурса. Расскажите, вот сегодня финальный день третьего тура. Какие-то новые имена, новые языки танца в этих и детях, и уже готовых артистах, которые сейчас работают на сцене, вы увидели? Светлана, это огромное удовольствие, быть с нами сегодня, с Медиши ТВ. И первая вопроса, вы смотрели все раунды в компетенции, так что в этих новых артистах, в этих новых танцах, вы видели некоторые новые стены? Есть ли новые названия, которые были открыты? По поводу новых звезд, я сейчас не могу сказать, время покажет, конечно же, но новые имена, конечно же, я увидела, как и в младшей группе, так и в старшей группе. Многих ребят из старшей группы, конечно же, я знаю и видела на каких-то выступлениях, и я увидела и заметила, что они, многие из них, очень развиваются и набирают что-то новое, и приобретают новый колоссальный опыт. Я не могу вас не спросить, последний в первом акте артист подвернул ногу, упал. Вот, ну, скажите, это что? Это нервы для нас, для простых зрителей. Ну, как с ним заниматься. Вы знаете, мне кажется, конечно же, последним выступать очень сложно. И как артист, как исполнитель я знаю, либо танцовщик переволновался, как говорится, переждал свой выход, либо наоборот, поздно пришел к своему выходу, плохо разогрелся. Здесь очень много всяких факторов. Я уверена, что все были готовы, все артисты готовились. И такие вещи иногда происходят во время спектаклей. И, к сожалению, происходит и во время конкурса, то, что мы сегодня видели. И, конечно, честно говоря, для меня это была какая-то жуткая неожиданность. Очень неприятно и очень жалко. Участливо, такие вещи происходят везде, даже при выступлениях, не только в конкурсах. И причина, что это довольно очевидная, что быть последним, это очень-очень тяжело. Причина может быть, что он просто ждал слишком долго, или, наверное, не пришел в правильный момент. Но для меня это было действительно что-то, что меня удивило, чтобы увидеть человека падает. Очень хочется, чтобы он поскорее восстановился. И я надеюсь, что это была какая-то не ужасная страшная травма. Но, честно говоря, видя его падение... Моя соведущая Евгения сказала, что... Что это очень плохая травма. Мы желаем его восстановиться как быстро, как можно. Но, конечно, когда мы видели, как это произошло, это было очень драматично. Будем надеяться на лучшее. Желаем ему удачи, сил. А у меня следующий вопрос. Уже подведены итоги лауреатов конкурса хореографии в этом конкурсе. Я знаю, что тоже там масса талантливых новых имен. Вы, как предмет желания каждого хореографа поработать с вами, вы, как балерина, готовы поработать с кем-то из новых имен? Оказался ли вам кто-то новый, интересный в этом конкурсе? Я знаю, честно, несколько работ мне действительно очень понравились. И возникла идея и мысль, конечно же, желание поработать с кем-то из этих хореографов. И я не могу не отметить русских хореографов, которые были представлены тоже на конкурсе. Пусть они не победили, не взяли первые места, но были очень интересные и яркие работы. Ну, тем не менее, вот давайте представим в качестве волшебного абсолютного эпизода, что вот сегодня, после окончания, вернее, завтра, после окончания гала, кто-то, набравшись смелости, из молодых хореографов подходит к вам и говорит, Светлана, моя мечта была выиграть этот конкурс, а вторая моя мечта поработать с вами. Что вы ответите? Да? Или поживем-увидим? Поживем-увидим. Ну, это естественный ответ, потому что, действительно, после такого гран-при, после приза, любому творческому человеку нужно чуть-чуть дать время выдохнуть и с полной грудью идти дальше. У меня есть последний вопрос к вам, и я отпускаю вас, потому что мы видим, что жюри уже подходит в зал, зрители собираются. Юрий Николаевич Григорович, вы являетесь его одной из любимых балерин, много с ним работали, знаю, что дружны с ним. Расскажите нам, в чем заключается феномен Григоровича? В чем это? Мы знаем, что ты один из любимых танцев, легендаря Юрия Григоровича. Так что вопрос довольно необычная. Что феноменом его таланта? Вы знаете, правда, действительно, очень... Мне трудно, конечно же, ответить на этот вопрос. Просто я могу сказать, что это для меня большая честь, что Юрий Николаевич дает возможность танцевать в его спектаклях, танцевать вот эти партии, роли, которые он создавал когда-то. И когда после спектакля или во время репетиции он приходит и говорит, это туда. Вот даже не надо говорить там, что прекрасно, замечательно. Это туда, молодчинка, все, ты понимаешь, что... Что вот лучшего просто придумать невозможно. It's really hard to answer this question, you know, about the phenomenon of this great master. But the answer is that it is a great honor to work in all his works. And when, after a long repetition, he just comes and he just says, okay, that was great, that was right, I think that is the best praise that I can only hear. Конечно же, работать с хореографом, который здесь и сейчас может тебя исправить, это большая ценность. Вы знаете, это вообще... Юрий Николаевич, все же понимаете, это сегодня наша история. Это история не только российского, советского балета, это мировая история. И когда он присутствует на репетиции, когда он приходит на спектакль, поверьте мне, все происходит совершенно по-другому. Правда? Да, абсолютно. И этот год, мне кажется, большой театр, да и весь мир, мне кажется, посвятил 90-летию Юрия Николаевича Григоровича. Ему вручают потрясающие награды, ему недавно вручили государственную премию. В честь него мы два с половиной месяца в Большом театре танцевали только его спектакли. Это был большущий, огромный фестиваль. Но я скажу, что все артисты, несмотря на безумную усталость и на сложность, потому что спектакли у Юрия Николаевича, они не простые, они очень тяжелые, как для мужчин, так и для женщин. Все с огромной отдачей и любовью работали на фестивале Юрия Николаевича и для него. Светлана, у нас есть абсолютно уникальная возможность, которой я не могу не воспользоваться, предложить вам на весь мир, на всю страну, на всю огромную семью балета, поздравить прямо сейчас Юрия Николаевича с его юбилеем, пожелать всего самого-самого доброго от сердца. Прошу вас. С огромным удовольствием. Любимый, дорогой Юрий Николаевич, я искренне хочу сказать, что я вас очень люблю и желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Мы вас всегда ждем. И очень бы хотелось, чтобы как можно чаще вы приходили на мои спектакли. Дорогой Юрий Николаевич, мы всем желаем вам здоровья и быть очень сильными. И мой желание – пожалуйста, прийти к мне выступать.